Всем привет! Сегодня воскресенье, выходной день, и я довольно много сегодня запланировала штук делать. С вами обязательно этот день разделю, но в первую очередь, первое и самое важное, кофе. Так, запеканочку. Я сейчас в процессе питья кофе, и делаю я это всегда от своих самых любимых ютуберов. Сейчас смотрю канал, видео новое своего самого любимого на данный момент блогера, его зовут Матайес. Очень сильно я подсела на все его каналы, у него есть как его обычный канал, так и влоговый канал, так и канал с челленджами. Вот это три канала, которые я смотрю практически ежедневно, когда пью кофе, и сейчас я растяну еще свое удовольствие, потому что сегодня день маникюра тоже. Я бы его не делала, честно говоря, но я в прошлый раз сглупила, я неделю назад делала вот этот вот маникюр, и я сильно сглупила, потому что я решила, а почему бы и не попробовать оставить длинные ногти? Вот, нельзя сказать, что они у меня какие-то супер длинные, да, то есть для кого-то это вообще коротышки совсем, но для меня вот эта длина, это уже настолько некомфортно, мне неудобно ни печатать, ни телефоном пользоваться, ни какие-то обычные дела делать, и у меня ногти как-то начинают даже болеть. Вот, когда начинаешь вот немножко сгибать вот сам ноготь, создаются такие какие-то не очень приятные ощущения. Не знаю, я одна такая странная, кто любит ногти вообще вот просто под ноль обрезать и красить. И еще одна причина, по которой я хочу сейчас заняться маникюром, я купила новый лак, это оттенок Salmon Run называется, он такой очень тоже нейтральный, похож на то, что у меня сейчас на ногтях, но у меня совсем-совсем такой нюд, а это больше такой вот, как это должна объяснить, наверное, персиковый нюд. Короче говоря, сводчи на этот оттенок очень красивый в интернете, я решила тоже попробовать обновить свою коллекцию лаков Shellac, предыдущего кусочка явно было недостаточно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням. А, так в общем, забыла вам еще немножко больше рассказать о своем любимом ютюбере, вот это Матайз, это его канал Влоговый, это, кстати, одно из новых его видео, самое последнее, я сейчас его смотрела. Так вот, что я хотела рассказать, вот это его основной канал, как видите, все видео его пересмотрела, вообще абсолютно все, я его просто обожаю. Так вот, у него есть такая серия видео, которая называется American's Try и какую-то там, какую-то еду. Вот, например, у него тоже есть American's Try, Colombian's Snacks, Indian's Snacks, то есть, грубо говоря, всякие закуски и еду с разных стран. И в одном из своих видео он сказал, что для него становится довольно сложным уже находить какие-то снэки, какую-то еду интересную с разных стран, что если кто-то ему хочет что-то прислать, какой-то интересной страны, то, в общем-то, он будет не против. Ну, а так как я вообще обожаю просто его канал, я решила, почему бы не сходить в супермаркет, не накупить каких-то, я не знаю, печенюшек, каких-то всяких закусок, я не знаю, отправить ему. Мне кажется, для него украинскую еду попробовать вообще нереально там в Америке. Мы с ним вообще никак не знакомы, он даже не знает о моем существовании, о существовании моего канала, но я настолько люблю как бы его видео, мне было бы очень приятно, если бы он получил от меня эту посылку и потом на основании этого сделал видео. Вообще, мне было безумно было бы приятно. Денек сегодня отстой, просто отстой. Ненавижу такую серость. И этот цвет очень мне нравится, и такие короткие ногти тоже, мне намного легче. Не знаю почему, но я вот только вот такие вот ногти, только такой вот длины могу выносить, все остальное меня дико раздражает. Следующий шаг установка вот этих сутбоксов, потому что сегодня съемочный день, так как сегодня воскресенье, это, грубо говоря, единственный день, когда я могу что-то снять с Никитой. Мы сегодня будем снимать тег. Я уговорила его снять со мной Bean Boothel Challenge. Это челлендж с бобами из Гарри Поттера, которые выглядят одинаково, но вкус может быть как какой-то очень классный, вкусный, так и вообще какой-то ужас. Например, есть бобы, которые выглядят одинаково, но один имеет вкус тути-фрути, а второй вонючие носки. Никит этим челленджем вообще никак не вдохновился, он меня все время спрашивал, а ты уверена, что ты хочешь его снять? Точно будем это делать? Ну, в общем-то, кто не хочет попробовать вонючие носки? Итак, как видите, я уже накрашена, уже с прической, мы только что с Никитой сняли Bean Boothel Challenge. Кто победил, я вам не скажу, вам нужно будет для этого посмотреть челлендж. Дальше по плану мы собираемся отправиться в магазин. У нас, кстати, недавно открылся новый эпицентр, вот недалеко от нас. Кто не знает, что такое эпицентр, это магазин, в первую очередь, строительный, там все от, я не знаю, от шпаклевки до плитки, до всяких там, я не знаю, даже сантехники. Ну, короче говоря, абсолютно все, что нужно для ремонта, там есть. А это открылось какое-то очень большое крыло с товарами для дома. Для меня это вообще очень опасные магазины, потому что я обожаю покупать всякие такие штучки для дома, какие-то для декораций, какие-то для украшений, для декора. Но сегодня, в принципе, есть хороший повод, потому что нам уже очень давно нужно купить подставку под обувь, потому что посмотрите, что случилось с нашей предыдущей. Я недавно снимала видео про Бигли и то, как они шкодят. Вот это последствия, в общем-то, работы нашего Сэмика. Конечно, это не за один раз было сделано, то есть очень долго он убивал эту подставку под обувь, но, тем не менее, явно нам уже нужна какая-то новая. Мы только что приехали, он, конечно, выглядит вообще огромным, но весь такой уже украшенный под Новый год. Мне кажется, конечно, рановато еще на Новый год украшать, только с начала ноября, а уже тут все такое в гирляндах. Ну, короче говоря, сейчас посмотрим. Опаньки, смотрите, что я здесь нашла. Корнер Никс. Вроде как официально представленный. Тут далеко не вся линейка, конечно, но все равно. Ребятки, тут еще завезли Катрис к нам. Вот я уже взяла себе такой оттенок розового золота. Пойдем дальше посмотрим. Для тех, кто любит стразики, капец. Ну, по-моему, немножко перебор уже со стразами. Пойдем дальше. Тут настолько много всяких вот таких вот вычурных бокалов. Я как-то больше люблю простые, вот по типу вот этих. Вот. У меня дома вот такие вот. Ну, не точно такие, но похожие. Мне они намного больше нравятся. Как-то более современно, что ли, выглядят. Эти блокнотики мне очень детство напоминают. Когда-то у нас в детстве была мода собирать листики от таких вот блокнотиков с разными рисуночками. И все покупали один блокнот, а потом каждый такой вот листик меняли во дворе на другие листики. Вот интересно, у вас была такая мода или это только у нас такое был прикол? Ну, я помню, очень популярные были всякие блокнотики с диснеевскими рисунками. Ну, вот такие вот тоже всякие покупали, коллекционировали. У меня была целая огромная коллекция всяких таких вот цветных листиков. Мы уже приехали в Аймакс на Джеймса Бонда и зашли тоже в супермаркет. Я купила довольно много всяких вкусняшек. Сейчас хочу показать вам, что именно я купила для того, чтобы отправить Митаясу. Я старалась выбирать что-то такое, что в принципе типично для Украины. Вот, взяла чипсы, люкс и вкус сметана и лук. Я думаю, у них это крайне непопулярный вкус, поэтому я думаю, будет довольно интересно ему попробовать. Потом взяла вот такую вот штуку, это такое печенье с маком и шоколадом. Короче говоря, тоже довольно странное сочетание. У них мак, мне кажется, вообще не распространен, поэтому тоже, мне кажется, интересно будет попробовать. Взяла такие самые простецкие чипсы, которые делаются, по-моему, из картофельной муки. Взяла тоже шарошен шоколадки. Это молочный шоколад с миндалем. Мне понравилась просто упаковка, такая тоже красивая. И будет ему интересно, наверное, тоже. Следующее, что я взяла, это соломку. Это соленая и там еще тоже есть у меня соломка сладкая, по-моему. Где-то она там, короче говоря, потерялась среди всего, что мы купили. Еще купила свое любимое печенье эсмеральда. Это печенье с шоколадной крошкой. Очень-очень-очень вкусно, я его обожаю просто. Потом купила тоже сухарики. У них сухарики вообще не принято кушать, а я еще взяла с чесноком. И тоже я взяла свои любимые со сметаной и зеленью попробовать ему. А, вот, кстати, тоже соломка. Это сладкая соломка. И последняя, нет, не последняя. Взяла еще тоже вот такой вот шоколад. Это черный шоколад. Ну, он такой, как бы, как это сказать, горько-сладкий тут написано. Ну, посмотрим. Я сама его, кстати, даже и не пробовала. Вот, еще взяла ему взрыв из прошлого, Аленку. Я не знаю, мне кажется, она вообще уже не такая, какая была она в Советском Союзе. Но, тем не менее, мне кажется, тоже, как же без Аленки. И последнее, что я ему взяла, это вот такой вот травяной чай. Это на основе лаванды, валерьянки, корицы и солодки. Ну, в общем-то, тоже, мне кажется, довольно интересный такой состав. Как тебе кажется, будет ему интересно это все попробовать? Я думаю, ну да, конечно, если он снимает такие видео, естественно. Ну, вот. Теперь осталось это все упаковать. Мы, кстати, еще с Никитой собирали семечки купить, но здесь не было наших любимых семечек. Семечки для Америки, мне кажется, это тоже какая-то диковинка бешеная. Я, кстати, решила для Матайса записать видео с описанием всего, что я ему купила, чтобы ему было более понятно. Потому что на всех пачках в основном русский, украинский язык, а на английском там ничего нет. Поэтому, скорее всего, он бы запутался, что и что. Поэтому я решила записать и сделать ему такое приватное видео. И вам хочу показать кусочек. Ну вот, как-то так, короче говоря, я сделала. Потом ему отредактирую и отправлю это видео вместе с посылкой. Вернее, ссылку на это видео отправлю с посылкой. Мы уже только что вышли из кинотеатра, едем домой. Откровенно говоря, он меня немножко разочаровал. Тебе как? Ну, снят круто, но сюжета очень мало. Ну да, снят. Вот как экшен, если его рассматривать просто как экшен, то классно. Хорошо снято. Одежда, как всегда, там машины, все очень круто. Но сюжетом там что-то совсем напряг. Вот. И сейчас мы уже едем домой довольно поздно, уже 11 часов вечера. Поэтому будем заканчивать как наш день, так и этот влог. Спасибо большое, что были с нами. С нами поставьте обязательно лайк. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем видео. И мы с вами увидимся в следующих видео. Пока. Пока-пока. Пока.